Лену, битую руки, делаем разминку, работаешь на скакалке, несколько раундов там поработаем на мешках. Готово, нормально, я думаю, все хорошо, да? Все хорошо, к тренировке готово. Да и с реальной соперницей побоксировать была бы не против. И это неудивительно. Других ответов от Елены Гапешиной вряд ли услышишь. Она привыкла двигаться только вперед, ставить цели, достигать их, бороться и побеждать. Это характер. На меня, на меня идешь. Развернулась, вот на меня идешь, идешь на меня. Какой же уклон, уклон, да, отлично. В 4-й спортшколе Олимпийского резерва по боксу Елена тренируется 8 лет. Прежде занималась в родном Армянске, затем переехала в Севастополь, поступила в ВУЗ и продолжила строить спортивную карьеру. В 2017-м стала победителем Кубка России. Год спустя выиграла Спартакиаду и взяла первое серебро чемпионата нашей страны. После были две бронзы и еще одна медаль за второе место. И вот в руках Елены вновь серебряная награда. Результат чемпионата России по боксу среди женщин – 2022. Это министерская медаль, именно Министерство спорта России вручили. А это как памятная медаль уже больше Федерация бокса от Краснодарского края. На ринге в Краснодарском крае встретились участницы из разных уголков страны. На пути к финалу в весовой категории до 75 килограммов Елена Гапешина взяла верх над соперницей из Татарстана. Затем в полуфинале превзошла спортсменку из Санкт-Петербурга. Бой был остановлен во втором раунде. В финальном поединке наша Елена встретилась с бронзовым призером чемпионата Европы Анастасией Шамоновой из Краснодарского края. Ей уступила в итоге и привезла домой серебро. Первый раунд я немножко провела в сумбуре таком. Но как-то потом второй, третий смогла перестроиться. И мы показали неплохой бокс. Хорошая физическая подготовка была, хватило на все три раунда. Это даже как бы от первого к третьему потихонечку набирали. Все. Ну, итог вы уже все знаете. Заветное золото еще впереди. В этом тренер по боксу не сомневается. Лену говорит не сломать. Она сильная и целеустремленная. За годы работы спортсменка и наставник научились друг друга с полуслова понимать. Стали настоящими друзьями. У меня супруга боксировала. И Лена с моей супругой, с Екатериной, они были обе в сборной. Ездили на сборы, выступали на соревнованиях. И у нас родился два года назад сын. И Лена у меня крестная. В спортивной школе отмечают, жалеть себя – это не про Елену. Она всегда проявляет себя достойно. Выкладывается на максимум. Потому большие надежды на нее возлагали изначально. У нее, скажем, умный бокс. То есть в этом боксе нужно уметь реагировать очень быстро. И очень быстро принимать решения. То есть у нее вот этот вот, к счастью, у нее вот этот момент очень как бы развит. Сейчас спортсменка готовится к очередным сборам. Они пройдут в ноябре в Сочи. И, конечно, продолжает ежедневные тренировки, чтобы с будущих чемпионатов страны привести в город-герой высшую награду. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова